Доброе утро, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанции «Говорит Москва» с вами я, Леонид Володарский, я буду с вами еще два часа, и в первом часе я хотел бы поговорить, да, проблема уже обсуждается достаточно давно, да, очень многие выступали по этому поводу, я имею ввиду разрешение на хранение и на ношение различного рода оружия. Перед тем, как прийти сюда и предложить вам эту тему, я провел какую-то более-менее исследовательскую работу, и вдруг я увидел, что мнение по поводу этого вопроса, вопроса очень, очень важного, я считаю, высказывают дамы разной степени экзальтированности, адвокаты, занимающие государственные должности, каким-то образом получившие разрешение на ношение огнестрельного оружия, да бог весь кто, кроме людей, которые всю жизнь имеют отношение к оружию, и оружие тесно связано было, есть с их работой. Поэтому я сегодня пригласил своего друга, человек, который вам знаком, он был уже, наговорит Москва, это Сергей Шестов, полковник КГБ в отставке, офицер спецподразделения Вымпел, КГБ СССР или группы специального назначения Вымпел, как вам будет угодно, его жизнь связана с оружием. И я считаю, что он в данном случае будет наилучшим для нас экспертом. Сереж, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Сереж. Скажи, пожалуйста, тему мы с тобой заранее обговорили. Скажи, пожалуйста, вот... Мы ее не обговаривали, мы ее проговаривали. Мы ее проговаривали. Сереж, скажи, пожалуйста, ну, я не буду рассказывать про твое детство, когда ты взрывал все, что угодно, и стрелял из всего, что угодно, но я думаю, под руководством отца все-таки. Ну, было, опека была, конечно. Вот. Ну, и потом уже оружие было частью твоей жизни. Ты относишься к праву граждан на хранение и ношение оружия резко отрицательно. Правильно? Ну, то, что мы с тобой проговаривали в рамках этого, да, категорически. Сереж, скажи, пожалуйста... Нет, речь не идет, естественно, о людях, для которых оружие – это часть службы. Ну, кому законом положено, законом, служебной деятельностью – да. Да. Сереж, скажи, пожалуйста, оружие противопоказано, как в медицине, противопоказано. Сереж, скажи, пожалуйста, какие у тебя аргументы на это? Ну, аргумент простой. Трудно себе представить страну, наводненную официальным разрешением на оружие. Тебе, естественно... Если нам хочется перестрелять друг друга хаотично, нет вопросов. Тогда я за. Тогда я за. А если хочется жить, пожить, любить, творить, созидать... Причем здесь скрипка и оружие. Угу. Сереж, ну вот, естественно, многие говорят, что когда государство дает сбой в защите своих граждан, вот тогда подобные настроения и появляются. Это так, с твоей точки зрения? В настоящий период наше государство не в состоянии обеспечить безопасность простых людей. Женщин, мужчин, мальчиков, девочек. Надо честно признаться, оно не в состоянии защитить людей. Поэтому, особенно у мужчин, но и у части женщин, как оказалось, удовлетворить свое либидо, свое детское эго, оно начинает превалировать. Да, превалировать, естественно. Сереж, а вот смотри, а возможен такой вариант. Человек где-то получил по уху, может быть, даже и по носу одновременно. Шансов у него не было, он был один против троих. И он начинает себе придумывать, а вот был бы у меня пистолет... Тогда бы я... Да, тогда бы я. Я был победителем, да? Да, да, да. Ну, вот ты меня проанонсировал, да? Да. Человек, который... То, что называется оружием практически из детства, да? Угу. Я так скажу, что оружие это... Тот инструмент, который очень быстро приводит человека в состояние муэрта, да? В состояние смерти. Самого владельца оружия. Да, я понимаю. Ну, здесь трудно кого-либо убедить. Тем более, я еще раз говорю, у основного мужиков вот эта детская эго, такая взрослая полюция, да, она превалирует. Кажется, что если ты в кармане, там, я не знаю, там, в кабуре, в кобуре имеешь нечто, которое стреляет, спасет. Отнюдь нет, просто нет. Вот споры, значит, наши властные говоруны, ну, я имею в виду депутатов, да, 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 это мальчики с рогаткой в руках, некоторые говорят, что надо население вооружать. Я бы их всех пригласил и сам бы провел экскурсию в морге. Как ни странно, в морг повел бы их. Ну, во-первых... Слушай, а может быть, я бы, извини, но это с твоей подачи, извини, я тебя перебью. Когда у нас был об этом предварительный разговор с Сергеем, Сергей сказал, а ты в интернете найди, только не кино, а есть в интернете на самом деле. Вот посмотри, что это такое. Извини, Сереж. Да. Ты же ведь, Сереж, я просто хотел бы, чтобы ты это повторил в эфире, потому что об этом у нас никто не говорил, а я посидел, посмотрел. Сереж, расскажи, вот, когда мимо, мимо, ты же мне рассказывал, пролетает пуля из крупнокалиберного пулемета, что происходит? Ну, ребят, это впечатление такое, достойное внимания. Где-то на расстоянии 3-4 сантиметров, если пролетит пуля из КПВТ, ну, из крупнокалиберного пулемета, то на вашем теле останется незаменимая травма. Снесет, просто снесет, это выносит человеческую плоть и все. Вот так, да? Без попадания в тело. Да, вот я, а ты же мне рассказывал, что в Афганистане пуля, ты мне не сказал, она попала, по-моему, в камень, на который ты опирал локоть, да? Да, я вел огонь, а так случилось, что пуля попала не мне в локоть, в правый, а в камень, на который я опирался. Ага. Ну, и у меня пол локтя снесло, по операцию делали, вырезали суставную сумку. Угу. Ну, это мне же, это же мне классно повезло, это не то, что ранение было в живот у меня. Я... Угу. Сереж, вот... Вынесло локоть, и я сейчас до сих пор без суставной сумки хожу. Сереж, а скажи, пожалуйста, вот в кино, кино, в кино же ведь показывают бог знает что, когда пуля попадает в человека. Это кино, наверное, все-таки, на самом деле. Голливуд здесь очень сильно отличился. В представлении мальчика в штанишках, это чуть ли не героизм схлопотать пулю. И, как правило, в кадре, да, там, пуля попадает, человек, там, на два, на три метра. Ага. И вот, вертит. Должен огорчить зрителей. И создателей. И, ну, создатели, они деньги зарабатывают. Когда пуля попадает вплоть, в любую часть, то человека схлапывает, сгибает, как бумажную, вот, листок бумаги. Угу. А он не отлетает ни на два, ни на три метра. Вот, он схлапывается по направлению выстрела. Ээээ... Под схлапывается, ты имеешь ввиду, сворачивается? Да, сворачивается, схлапывается. Я называю это схлапывается. Ну, наверное, это профессиональный термин какой-нибудь. Представь себе листик. Да. Лист бумаги. Угу. Ну, А4, допустим, да? И он мгновенно схлапывается. Угу. Зрелище, конечно, не... И очень приятное. Угу. Угу. Я скажу нашим слушателям, что почему я веду подобный разговор, вот сейчас я так дотошно выспрашиваю, поверьте, не от того, что мне доставляет это удовольствие, а просто для того, чтобы люди поняли, что такое огнестрельное оружие. Сереж, а травма, травматическое оружие, как, что ты по этому поводу скажешь? Ну, это такая порнография, в буквальном смысле слова, которая... Вот. Что такое травматическое оружие? Это оружие, которое является предтечей к убийству. Если человек, заимев травматическое оружие, кошечку, зайчика, так сказать, нашинковал своими резиновыми, там, какими пульками, да, он так или иначе начинает привыкать. О, кошечку можно, зайчика можно, собачку можно так, да, вот. Вот, и он более подготовлен будет потом из боевого оружия произвести выстрел. Но еще раз говорю, или в морг, или готов пожертвовать какими-то собачками бездомными, собрать всех этих мальчиков в штанишках, и положить им в руки пистолет боевой, винтовку, неважно чего, да, дробовое оружие, и пострелять. Пострелять. По собачкам. Вот в эту плоть. Ага. И даже готов потом неожиданно им подсунуть бомжа. Угу. Если не будет рвоты, рвотной массы, если этот мальчик в штанишках не упадет в обмороке. А он, извини, Сережа, а он же в обморок может еще в морге упасть, до всего. А, да еще на ступеньках в моргу. Это я гарантирую, что будет спускаться в морг, уже упадет. Угу. Вот. Тем более, если я ему в руки дам медицинские, медицинское оборудование, да, медицинское, допустим, скрыть череп, разрезать грудную клетку. Так. Если мальчики и девочки в этих штанишках выдержат, тогда здравствуйте, спецподразделение. А, ну так да, ты же мне рассказывал, что это обязательный момент в подготовке, визит в морг, на вскрытие. Да, один из видов подготовки. Ну, одно дело смотреть и слезу утратить у гроба, там, усопшего друга. А другое, поработать над трупиком. Угу. Угу. А, я, Сереж, извини, я надеюсь, я надеюсь, что... Выстрел – это работа над трупом, да, работа над телом. Я все понял. Я... Я надеюсь, или щипцами, или фрезерной пилой, да? Я понимаю. Череп сносить. Или мгновенным выстрелом распадения черепа, грудной клетки и прочее. Я приглашаю, если ты устроишь такое... Не, я ничего устраивать не буду. Я... ...в штанишках для начала спуститься, то, что называется моргом. Потом, когда раньше я присутствовал при подобных разговорах, я всегда говорил, ну, так ты за или против? Я всегда говорил, что я не знаю, но, скорее всего, против. Зная несколько, как бы это сказать, ну, я... Безалаберный характер поведения моих соотечественников, вне зависимости от места прописки, где больше, где лучше, где дальше. Где ближе. Когда люди выскакивают из-за царапины на бампер с тем, что у него в данный момент есть бейсбольная бита, травматический пистолет. Сереж, где гарантия, что люди не выскочат с оружием? И вопрос мой вот какой. Аргумент, причем аргумент, постоянно повторяющийся, сторонников всего вот этого. Если будет знать, что у того тоже может быть оружие, не выскочит. Да ну, это я тоже слышал и по телевидению, и по радио, что, мол, если назовем его противником, да, бандитом, не важно как, будет знать, что у меня оружие, у меня экзальтированного мальчика оружие, он на меня не нападет. Все это блеф, все это ерунда. По этому поводу я разговаривал с теми ерехими людьми, которые пользуются оружием. Как ни странно, вот говорить сейчас в эфире, да? Да. Я знаю убийц, которые убивают до сих пор. Задавал им вопрос, он говорит, да проще нам будет, что еще чикаться морально. Если закон будет, что оружие могут иметь все, я просто на кого иду, того не пощажу, а сразу грохну. Сейчас у меня какие-то моменты, может его пожалеть, по голове тюкнуть, руки связать. А если я буду знать, что он потенциально, по закону имеет право на оружие, а он мне интересен, как объект. Как жертва. Как жертва, как объект, да. Я его грохну, а потом сделаю свое дело. Это ответ профессиональных убийц. Поним. Я с ними общаюсь. Сергей, а скажи мне, пожалуйста, вот что, опять же, аргумент сторонников. Они говорят, а вот я буду ходить на стрельбище, а вот я буду ходить в тир, а вот у меня будет инструктор, а я буду учиться быстро доставать, быстро там все делать, и я стану профессионалом. Это может быть? Я все это отношу к понятию экзальтированные объекты, мальчики, девочки. Ага. Мы даже вот видели же, наверное, да, там по телевизору показывали в метро, какая-то девочка достала там травму пистолет и начала пых-пых-пых нажимать на курок. Ну, это же картинка даже ясная. Куда она нажимает? Ну, а представь себе, закон на правоношение огнестрельного оружия, а в ответ кто-то достанет ствол реальный и сделает из нее немножечко фарша. Ну, да. Ну, да. А скажи, а скажи, пожалуйста, то есть, опять же, ты только что сказал, что ты можешь ходить на стрельбище, ты можешь ходить куда угодно, не будет из тебя профессионала. Ты не сможешь профессионально обращаться с оружием? Нет, никогда не будет. Никогда? Профессионал это человек, который посмотрел реальной смерти в глаза. Гипотетическая смерть, это все игрушки, это все мальчики в штанишках. Все понятно. Я повторяю, у нас в гостях полковник КГБ в отставке, офицер группы специального назначения КГБ СССР Вымпел Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения Вымпел, человек, который по роду своей деятельности имел дело с любым абсолютно оружием. И мы говорим с ним о возможном праве ношения оружия, у которого, как мне кажется, сторонников только прибавляется. Вы можете задать свои вопросы Сергею Шестову в виде смс плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь. Чуть позже будет включен телефон прямого эфира, по которому Сергей сможет ответить на ваши вопросы, и вы можете присылать нам сообщение через твиттер. Твиттер это собака, говорит МСК, и это наш твиттер. Сереж, а у меня вот тебе какой еще вопрос. И для того, чтобы предупредить подобные звонки. Сейчас начнут, конечно, кто-нибудь начнет говорить об Америке. Но, на мой взгляд, дилетантский, опять же таки, конечно, Америка выросла с оружием. Вот все эти двести с лишним лет ее истории, оружие было практически, ну, неотъемлемой частью жизни американцев. Ну, может быть, я поерничаю, а мне интересен вопрос континентальной Африки, центральной. Ага. Там тоже не двести, а тысячи лет люди с луками, стрелами ходят. Они наиболее интересны в плане применения орудия убийства. Ну, вот, если к серьезному переходить, это, то, что касается Америки, это как бы, ну, как помягче-то сказать, когда мы с тобой вдвоем общаемся, я... Да-да-да, я, да-да, мы, ну, мы разные слова с тобой употребляем, когда вдвоем-то общаемся. Да-да-да. Нельзя, нельзя, нет, Сереж, ну, никак, никак. Да, вот более приемлемое слово подобрать. Ну, это... Понты, так, давайте понты. Почему? Это слово, которое знают все. Ну, я его и искал, для того, чтобы... Если бы ты употребил слово амбивалентный, то тут вот могли бы быть какие-то... Да-да-да, тогда бы задумали. А вот по... Сереж, ты... Это понты, не несущие никакой смысловой нагрузки. Кроме того, что нет-нет, ну, каждую неделю там застрелили, там застрелили. Ну, нравится им друг друга стрелять, да пусть стреляют друг к другу. Ну, чё, я, например, не против. Даже можно для всего мира открыть американское сафари. Слушай, у тебя столько идей, столько идей... Американское сафари. Ну, понятно, понятно, понятно. И там, и... Они этим занимаются постоянно. Ну, сначала отстреливали индейцев. Ну, они успешно... С этим они успешно справились, я ничего не могу сказать. А потом шоколадных, а теперь друг друга отстреливают. Ну, чё, лицензию... Ну, не меньше 100 тысяч баксов. Открытие, пожалуйста, погуляй по Америке. То есть как в кино? Круче. Круче. Ну, в живую всегда круче, чем в кино. Серёж, а теперь давай поговорим... Я тебе задам, опять же, вопросы. Люди, которые имеют право носить оружие по службе. Ну, мы говорим, очевидно, о полиции сейчас. Ну, да, но не только полиции. Вообще, офицеры Министерства обороны... Да, конечно, не все. А боевые подразделения... Не штабист какой-то там, который рисует на картах или бухгалтер, который там деньги насчитывает. А боевые офицеры... В поисковых частях конкретно. Милиция, ФСБ, часть сотрудников прокуратуры. Они должны... Не как сейчас заведено, да? Там пришёл, взял пистолет, там, и выполняешь обязанности. А когда уходишь, то сдаёшь? Да, они должны жить с этим оружием. Потому что я трудно себе представляю защитника правопорядка, который, ну, условно говоря, там, 8 часов отработал и становится обычным жителем, да? Должны спать с оружием. Серёж, а скажи, пожалуйста, вот в моём вопросе ни тени иронии, ни... я не ёрничаю сейчас. Защитник правопорядка, он положил пистолет, там, не знаю, в оружие, в сейф запер, он идёт по улице. На улице какая-то криминальная ситуация. Ну, предположим, 6 человек отнимают у кого-то, ну, к примеру, скажем, ну, айфон, скажем, к примеру. Я думаю, я думаю, что если у него нет личного оружия, он вряд ли вмешается в эту ситуацию. Да, я думаю, грамотный защитник порядка, он слиняет с этого места, даже хотя бы, чтобы свидетелем не быть. Да, а если бы у него было личное оружие, опять же, я к тебе обращаюсь как к профессионалу сейчас. Если вменяется защита правопорядка, ну, мы говорим о небытовухе, которая, да, сейчас существует у нас, да, а он защитник правопорядка, защитник закона. 24 часа в сутки с оружием, и в любой ситуации он должен быть готов и, самое главное, исполнять свои функции. Значит... Даже находясь в постели. Сереж, и вот сейчас у нас будут новости через полминуты. У меня к тебе последний вопрос. Сотрудник применил оружие. Дальше, что должно произойти с твоей точки зрения? На мой взгляд, одна формула. Сразу заводится уголовное дело по факту. Если правомощно? Если он правомощно, максимальное поощрение и награды. Не правомощно? Да, все понятно. Да, а если достоин наказания, наказывать жестоко. Сереж, пожалуйста, не вешай трубку, у нас сейчас новости, а потом мы продолжим. Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8 Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Говорит Москва». Я Леонид Володарский. У нас в гостях Сергей Шестов. Полковник КГБ в отставке. Офицер группы специального назначения. Вымпел, и мы ведем разговор о ношении, хранении огнестрельного оружия. Сергей высказывает свое мнение. Он прямой, жесткий. Но я думаю, что когда речь идет об огнестрельном оружии, то все, все, пусть все. Это как раз совершенно ни к чему не... Абсолютно ни к чему. Сергей... Сергей, вы, Лен, не согласен? Да, конечно. Вот я бы хотел обратиться к радиослушателям. Если хотите навсегда испортить себе жизнь, и при том носить в себе это все, свою жизнь, если хотите загубить, надо попытаться или, не дай бог, лишить кого-либо этой самой жизни. Сереж, ты всегда говоришь... И в неприглядной форме. Это ведь до поры до времени. Это хорошо по радио говорить, по телевидению говорить, всякие пытаться формулировки применить. Угу. Нажми на курок. Вот нажми на курок. Нажать на курок очень легко. Убить трудно. Сереж, ты всегда говоришь... Вот, все. Я обращаюсь, Сергей, с последним вопросом. Потом вы будете звонить по телефону. Код 495-788-423. Присылайте смс-сообщение. Плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки. Девять четыре восемь. Ты всегда говоришь... Хочешь своей смерти? Вооружайся. Вооружайся, да. Нет вопросов. Просто нет вопросов. То есть для тебя это аксиома, и ты это не очень-то собираешься объяснять? А чего объяснять? Что здесь объяснять-то? Вот сформулирую, что я должен объяснить. Человек обвешивается оружием. Значит, он ментально, нереально, нереально, а ментально, готов быть мертвым. Слава Господи, да... Желающих тебя отстрелять, появится море. Угу. Такие ты. Ну да. Ну да, ну да, ну да. Не компьютерная игра и не кино. Да, ребят, ну... Я тебе, Лёнь, говорил, что у меня не лады с компьютерными играми и вообще с... Да, 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 да. Но зато ты большой демократ. Да, демократ, я великий. Ну да, да, да. Я не спорю с этим. Вот. Но, тем не менее, ты против ношения оружия, вот, при всем демократизме своем. Как ни странно, за. Если общество хочет себя перестрелять, я за. Все, я понял. Я понял. Я буду даже помогать, я буду инструктировать. О, да. Я буду рассказывать, как лучше... Слушай, Сереж, извини, последний вопрос. Кого-то лишить жизни. Сереж, есть какой-нибудь вид огнестрельного оружия, который ты в руках не держал и с которого ты не стрелял? Ну, наверное, есть. Ну, я не имею в виду пищаль, которые были вооружены стрельцы до Петра Первого. Вот шутки шутками, а подобное оружие я держал в Афганистане, кремневое оружие. Угу. И стрелял из него. Угу. Ну что ж, у нас... Серьезно. Что я не держал в руках, да, наверное, есть, это, наверное, лучевое оружие. Ага. Ты имеешь в виду... А, лучевое оружие, я все понял. Я все понял. Ну что ж, пользуйтесь случаем. Задавайте ваши вопросы Сергею Шестову. Его ответы будут куда более профессиональными и точными, нежели ответы и мнения экзальтированных дилетантов. Ты меня на плаху кинул и... Как это я тебя на плаху кинул? Ну я там буду, так, по мере своих скромных возможностей. Серьезно. Серьезно, я тебя в обиду не дам, как демократ демократа. Да, колпак черный на лицо не одеваешь. Не-не-не-не, серьезно, у меня его нет с собой. Итак, 495, код 788-7423, эфирный телефон. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравия желаю, Сергей Борисович из Москвы, Тревож. Да, Сергей Борисович. Пожалуйста. Значит, короткое мнение в виде вопроса. Да. Уважаемый гость и ведущий, скажите, пожалуйста, вот у нас главным лоббистом, главным лоббистом в органах власти вот этого всеобщего вооружения народа является Александр Торшин, зампредседателя Совета Федерации. Так вот, по имеющимся данным, он является почетным членом правления Американской ассоциации, стрелковое оружие. Н-Р-А. Да, и вопрос какой? Одну секундочку. А брат у него является отставным полковником, по-моему, группы Альфа. Его родной брат. Так вот, скажите, пожалуйста, если такие лоббисты у нас есть среди наших законников, то что может сделать любой человек, вменяемый, который понимает то, что у вас гость сейчас так образно и специализированно объяснял, что со всех сторон вооружать, так сказать, в нынешней ситуации... Сергей Борисович, ваш вопрос. Вы высказали свое мнение. Я вам позволил это сделать. Вопрос. Мой вопрос. Насколько ваш гость согласен с подобными... Все, спасибо. Большое спасибо. Сережа. Сережа, тезка мой, Сережа Владимирович. Торшина, лично знаю, встречался, правда, один раз с ним, именно по специфическим вопросам действий спецслужб. Я говорил о том, что есть независимость, от возраста независимых, экзальтированные мальчики. Вот. Им просто-напросто нельзя эти вопросы доверять. И пусть он хоть там, в какой организации, американской, английской, да, я вам говорю, он трус. Он просто-напросто трус. А трус всегда на себя навешивает бронесчиты и словесные, и реальные. Бегает, стреляет по тира. Вот если он меня, ну, до него дойдет, и он вспомнит меня, как я сказал, он трус. Просто маленький, экзальтированный, пятидесятилетний мальчик. Сережа, Сережа, спасибо большое. В общем, я тебя знаю, еще раз повторюсь. Сергей Человек прямой, жесткий, и не собирается никому уступать, если он что-то обдумал, если у него есть такое мнение, он с этим мнением остается до конца. Потому что сколько мы с ним не спорим... А почему я не согласился идти во власть? Это другой вопрос, Сережа, это другой вопрос, совершенно. Мы об этом поговорим, Сережа, в другой раз как-нибудь. Итак, вот, Сережа, вопрос. Студенты-медики ходят в морг и ничего. Ребят, ходят, и поначалу их тошнит, и морщится, и привыкают. Я говорю о бытовухе и студенты, которые себя посвятили, да, морально настроили, особенно на хирургии, вот на то, что требует спускания морг. Это количество этих людей, сами знаете, сколько у нас хирургов, врачей, да? Да, и потом обязанность хирурга спасать... Может быть, десятки тысяч, и то не все. Сережа? Ну, должен сказать, что если взять сто человек, которые спускаются в морг, остаются приверженцами своей специальности, а это все-таки специальность, они... Не ремесло? Не занятия в свободное время? Да, они же себя в убийце не готовят. Из ста человек, если пять-шесть человек остается, то хорошо. Я просто хочу добавить, я знаю, врачи, они мне сами рассказывали, ну, привели в морг, в обморок хлопнулся, и пошел там, где нет хирургии. А потом я хочу от себя добавить, задача хирурга спасать. Задача хирурга спасать. Да, специальность гуманная, и человек себе настраивает. Я еще раз говорю, из сотни, если пять, из сотни, если пять человек остается, то это хорошо. Остальные тоже становятся медиками. Терапевтами, физиками, ну, вот, вот, все, никак не хирурги. А я-то предлагаю обывателю спуститься в морг. Ага. И щипчиками поработать. Да, кстати, Сереж, ты мне разрешишь рассказать анекдот, но я в рамках приличия, которое одно спецподразделение выдумало про другое спецподразделение? Да, это классика. Это классика. Вот офицер спецподразделения опастывает на построение, генерал начинает его чехвостить там, по-всякому. И офицер говорит, товарищ генерал, ну я знаю, что построение в семь. Я встал в полпятого, принял душ, одел майку, комбинезон, два пистолета, два ножа, разгрузку, туда магазины, гранаты, каску надел, автомат взял, посмотрел в зеркало. И обделался со страху. Вот, так что, так. Это мы про Альку сочинили. Альфа нам незамедлительно отомстила другим. Да, они его, на самом деле, когда, я тоже расскажу, муж и женой лежат в постели, и муж просыпается, жена его будет. Бог толкает, говорит, что, а, что, тревога. Она говорит, да нет, пахнет ты, по-моему. Он говорит, да, говорит, но ты знаешь, что мне приснилось. Она говорит, что, он начинает ей рассказывать. Она выслушивает и говорит, мне бы такое приснилось. Я бы умерла, на что муж. Но я же все-таки мужчина. Ну да. Да, да, пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шестову я потом прочту. То, что вы прислали. 7-8-8-7-4-2-3. Говорите, пожалуйста. Доброе утро. Добрый день. Да, пожалуйста, ваш вопрос. Это Дервиш из Китая. У меня в такой разделе на две части вопрос. Первая часть, значит, почему уважаемый Сергей говорит о том, что легко нажимать на курок, убивать трудно. Нет, нетрудно. А вы, извините, пожалуйста, просто ваши послужины в списке, если можно. Я так просто, абсолютно, без подначки, просто интересно. Ветеран Чеченской войны. Срочка, срочная служба, извиняюсь. Срочная служба. Я понял. Контракт. И контракт. И контракт. Да, так вот. Да, да. Значит, общий стаж сколько? Общий стаж около двух лет. Понятно. Понятно. Родной мой, в твоем голосе, вот в твоем голосе, я интонации, ну, мне кажется, что в моем голосе, в твоем голосе, вернее, звучит, что ты, нажимая на курок и убивая, и знаешь, что ты убил, ну, правильно, правильно убил. Ну, в твоем голосе я слышу тоску. Если я не прав, скажи. Тоска заключается в том, чтобы я не против продолжить, был бы службу, да, при каких-то совершенно масштабных действиях и восстанавливать порядок и справедливость. А вторая часть вопроса заключается в том, что немножко отвезленный, да, это о том, что почему подразделения «Витязь» так опустили вот именно на Кавказской войне? Я понял тебя, извини, что вот в коротком состоянии. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Все правители всех времен, прежде всего, предают, предают в буквальном смысле слова, свои боевые подразделения. Ты сказал о «Витязи», а как предали «Вымпел» и как его уничтожили «Вымпел», да, его же сейчас не существует. У меня тоже по этому поводу определенное мнение. Любой правитель предает свои боевые штыки. Последний случай, ну, Украина, сам знаешь, Беркут. Предали, как... Нас предают, нас, боевые подразделения, которые их спасают, задницы их спасают. Прежде всего, они предают вот эти боевые подразделения. Угу. Угу. Сереж, извини, я продолжу вот твою мысль. Сереж, скажи, пожалуйста, ты сказал, что в голосе была тоска, тебе виднее. Мне показался голос каким-то приглушенным, может быть, немножко надломленным, но это мне показалось. Сереж, я у тебя вот что хочу сказать. Спросите. Безотзывная тоска. Если бы я с ним встретился, глаза в глаза, Ну, единственный способ, наверное, был славянский способ, это по стакану налить и... Сереж, скажи, пожалуйста, ну да, да, там правоохранители, тем более спецподразделения, они убивают. Сереж, скажи, пожалуйста, если вдруг появляется впечатление, что человек от этого получает какие-то эмоции, там, положительные, отрицательные, он может дальше... Получает эмоции. Да. Я тебе так скажу, когда человек видит, что он реально кого-то убил, вот, да, вот, ну, мне трудно это объяснить, глаза в глаза когда, да? Угу. Глаза в глаза, да, вот, вот, он видит реальное разрушение человеческой плоти, полюбил. Сереж. И ничем не остановить ее. Сереж, скажи, пожалуйста, но может ли человек исполнять служебные обязанности, если ему нравится убивать? Главное вовремя такого выявить и... И на выход. Ну, не просто на выход, его надо опекать. Я все понял. Я... 788-7423. Пожалуйста, ваши вопросы Сергею Шустову. Алло. Да, здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте, здравствуйте. Сергей, вот у нас начался разговор про оружие, а как вы относитесь тогда, вот, если продолжить вашу мысль, бокс и т.д., другие единоборства? Может, тогда этой логикой, если идти и это все поприкрывать, как, в принципе, было при Советском Союзе? Нет, это, на мой взгляд, глупо, но демонстрационно завязываемых в финансах такого вида смертоносные действия, они... Ну, тогда надо вернуться, наверное, к легендам гладиаторов, да. Это в мужчине это неистребимо. Но когда состязание ради состязания идет, что-то можно допускать. Но вообще, вообще, у меня тоже отрицательное. Поверьте мне, я человек, который... Я не хвастаюсь. Я владел... Ну, наверное, и до сих пор владею... Возможностью противоборства... Выбираю какие-то слова. В общем, ликвидации человека и безоружия. Вот. Я этим не горжусь, честно говорю, не горжусь. Ну, знаю, что если надо, то надо. Пожалуйста, Сереж, тут тебя благодарят за здравый смысл. Но я тебе хочу сказать, что есть люди, полностью потерявшие контроль над своей психикой. Ну, а почему бы нет? Ну, так нам же все интересны, правильно? Я даже процент скажу, где-то 13-14 процентов. По менее, по менее того. Вот тут прислал твой сосед сообщение. Он живет в Балашихе. Ага. Да, я просто хочу сказать, что Балашиха там размещалась, грубо говоря, значение вымпел. Я прав, Сереж? Ну, да, было так. В общем, он офицер Министерства обороны, у него дома есть и травматическое, и охотничье оружие, были попытки нападения, проникновения в квартиру, район, как он пишет, криминогенный. Но он же доказывает, он же офицер Министерства обороны. Ну, да. Ну, для защиты собственной квартиры у него же это, наверное, может лежать, правильно? Ну, все, что угодно может лежать. Но я бы этому офицеру сказал. Если его захотят грохнуть... Угу, я понял. То и коломет не спасет в его квартире. Да. Кстати, к вопросу о рукопашном бое у нас был с Сергеем как-то разговор. Сергей мне сказал, ты не видел этого никогда. Ты не знаешь, что это такое. Все, что ты видел, это спорт и кино. И лучше тебе этого не видеть. Да, да. Вот что мне сказал в свое время Сергей. Нет, нормальному человеку рукоприкладство боевое. Угу. Лучше не видеть. Это все равно, что опять возвращаю к боргу. Я все понял. Я понял тебя, Сереж. Сейчас вот вопросы, которые пришли в виде СМС. Давай. Леонид, у меня был ствол. Избавился от него. Так иногда хотелось каких-то ублюдков наказать. Поздравляю. Поздравляю неизвестного мне. Первое, что надо, когда становишься мужчиной, первое, избавиться от рогаток, от стволов, от поджигов, от бит... Вот или как там называют это? Бейсбольные биты? У бейсбольные биты избавиться надо. И тогда ты становишься реально сильнее. Не мифически сильнее. Я поздравляю этого человека, честно говорю. Так. 788-7423. Ваш вопрос Сергея Шестого. Ну вот сорвалось. Что же делать-то? 788-7423. Здравствуйте. Доброе утро. Мое почтение. Здравствуйте. Я автор программы и гостю. Значит, я приветствую философию гостя о том, что не надо оружие с тобой носить, как не вы умрете. Это великие слова гнеди Александра Левского. Да, помните? Ну... С мячом придете, с мячом погибнете. Угу. И вот вопрос такой. Просто мне интересно. У меня сестра полковника ВДВ, СМИ, Штатковская дивизия. Муж у нее начнет замком ДВБШ. У него МЧС не за плечами. Год в Игославии, миротворство. В общем, там хватает. Просто вопрос такой вот по Афганистану. Человек знаком. Правда ли нет, что вот, ну, скажем, русские бойцы, там, да, ну, вертолетов, там, я не знаю, когда все из-за очистки, значит, против вот, ну, там, никого там дешмана, да, или кого там. В общем, представителям считалось то, что американцы ценили, защищая район, а не оставляли в живых, грубо говоря, своих, да, геополитических противников американцев. Ну, убивали, вот, как бы, душманов. Правда ли такое было или нет? Вот, еще такой вопрос второй. Как он относит ваш гость к Древне? Ну, есть такое, как бы, в общем, сейчас потеряется русский бой, основанный на психотерапевтических... Все понятно. Сереж, пожалуйста. Ну, в Афганистане я ужасный секрет раскрою. Ой. Творилось то, что нормальному человеку трудно вообще понять. Угу. А творились все изуверства как со стороны российской, так и со стороны, естественно, афганской. Угу. А это может быть темой отдельного разговора. Да, обязательно, обязательно. Ужастики, далеко выходящие за рамки Голливуда. Угу. Творилось что-то несусветное. Угу. К сожалению, или там не к сожалению, другой вопрос. А второй вопрос я просто не... Русский бой. Ну, Сереж, насколько я понял, воздействие на расстояние. Да, это все... Я понял. Я понял. Как ты говоришь, любишь говорить художественный свист. Художественный свист. Вот это вот, да. Да, 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 да. Русский. Я процветил Сергея Шестого, который у нас сегодня в гостях. Сегундочку. Это экзальтированные мальчики в штанишках. Выдумывают это все, пропагандируют. Иногда даже на видео там, на различных носителях приснимают. Это такой свист. Ребята, смерть это пострашнее жизни. Чуть-чуть страшнее. Угу. А если нравится стрелять по мишени, пройдет это желание или нет? У некоторых проходит. Но у него значительного числа. А у других появляется желание стрелять дальше? Да, как бы сначала по мишени. Да. Дальше, дальше, дальше. Сереж, спасибо тебе огромное. Среди стрелять уходит в глубину веков. Угу. Спасибо. Сереж, огромное тебе спасибо. Либо у меня была такая мысль, что именно с тобой. Потому что то, о чем ты говоришь, ты все это видел. Ты там был, ты это делал. Я надеюсь, что если то, что говорил Сергей, привело в себя и несколько после этого какие-то люди охланули и посмотрели на оружие другими глазами, значит, слабо... Я в этом сомневаюсь. А я на это надеюсь. Ну, наверное, это разница между дилетантом и профессионалом практиком. Новости. Внимание, внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь. Внимание, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ Говорит Москва Ну что ж, доброе утро, уважаемые радиослушатели радиостанции Говорит Москва. И впереди у нас сейчас кино. Ну, и сразу же хочу сказать, что тут мне довелось посмотреть фильм Рейд 2. В свое время я посмотрел фильм Рейд. Я как-то сначала почему-то мне показал, что это корейский фильм. Но когда я полез уже за справками, выяснилось, что это индонезийский фильм. Сделал его валиец Гаррет Эванс. И он мне напомнил, знаете, такой фильм режиссера Джона Ву «Круто сваренный». Где, в общем, не надо искать драматургии, прекрасные игры актеров. А вот постановка «Драк», «Перестрелок» великолепная. Ни на какие там «Любовь Марков» там моральные истины нет. Фильм на это не отвлекается. И, собственно, мне это и понравилось. Вот такой некий балет. Это первый фильм. И я, в общем, с удовлетворением узнал, что при бюджете в миллион долларов, а миллион долларов нынче платят Брэду Питту за то, чтобы с ним поговорить. Может быть, он согласится. А может быть, он и не согласится. Так вот, на миллион долларов сделали Рейд 1. Я думаю, что более точных данных мне найти не удалось, что фильм имел какой-то локальный успех. Ну, в Индонезии, я думаю, точно. Почему я так думаю? Потому что режиссеру были выданы деньги на съемку Рейд 2. Там уже и драматургия присутствует, и сюжетец посложнее. И идет он час пятьдесят минут. Час пятьдесят минут – это два с половиной часа. Когда я на это посмотрел, закрались у меня какие-то смутные подозрения. А с другой стороны, я подумал, ну, чем, черт не шутит, вдруг будет сейчас нам Ажник, второй крестный отец. Этот фильм я посмотрел. Что я могу сказать по поводу этого фильма? Режиссер решил побыть немножко беременным. Вот не до конца, а немножко. Потому что он, я думаю, никак не мог точно решить, как ему это сделать. С одной стороны, вот опробированный рецепт фильма Рейд 1 соберет, конечно, соберет. При должной рекламе все соберет, все будет в порядке. Но захотелось сделать драматургический гангстерский фильм. Сделать это очень сложно. По одной простой причине. Фильм должен быть увлекательным. Уж в этом жанре говорить не о чем. Тем более, что у многих людей все-таки живы воспоминания о таких фильмах, как «Однажды в Америке» и «Трех частях крестного отца». Я не думаю, что даже лица там 17-20 лет эти фильмы не смотрели. Нет, думаю, все-таки смотрели. И когда ты видишь, чему этот режиссер сознательно, бессознательно начинает подражать, то выясняется, что темп теряется, ритм повествования нарушен. И поэтому я бы вам, если бы и посоветовал смотреть кинофильм «Рейд-2», при условии, что вы видели «Рейд-1». «Рейд-1» я совершенно без сомнения вам рекомендую к просмотру. Вот «Рейд-2» я не знаю. Честное слово, возникали некоторые затянутости, а когда я, человек крайне доверчивый и инфантильный, и недогадливый, сумел угадать три сюжетных хода, мне стало не по себе. Но если я могу, то, очевидно, и все остальные это могут. Пребываю в большом сомнении. Поделился тем, что у меня возникло после просмотра «Рейд-2». Не знаю. «Рейд-1» рекомендую любителям боевиков и поклонникам гонконгского Джона Ву, потому что я считаю, что после того, как он переехал в Голливуд, он закончился, потому что вряд ли можно считать то, что он сделал в Голливуде, удачей. Нет, он по наклонной. Вот прислал нам сообщение 916-966 в «Рейде», по-моему, вообще лучшие боевые сцены. Но я не знаю. Мне сложно очень будет сравнивать, потому что все-таки кино, понимаете? Потому что, опять же, из разговора с профессионалами на меня всегда производят огромное впечатление, но вы должны опять же делать скидку на мою доверчивость, на мою инфантильность и так далее. Когда человека бьют ногой в печень, он потом лежит, как писал Зощенко, и скучает. Он не может сразу после удара ногой в печень вскочить, побить 25 человек и поцеловать героиню в диафрагму. Нет, не получается так. Ну, тем не менее, бог с ним, с этим рейдом. Просто я посмотрел и вот явил вам свое мнение. Дальше. Закончился первый сезон фильма-телесериала «Черные паруса». Я об этом уже говорил. Вот этот фильм я вам рекомендую от всей души. Значит, пиратские фильмы, ну, может быть, когда Эрл Флинн в 38-м или в 39-м снялся в фильме «Черный ястреб», где он играл пирата, между прочим, по роману Габриэла Саботини, и тот же Эрл Флинн играл капитана Блада, для пиратских фильмов наступили не очень приятные времена, они перестали приносить деньги. Все перевернул фильм «Пираты Карибского моря». Но «Пираты Карибского моря», я считаю, великолепный фильм, предназначенный для семейного просмотра. Ну, какой-нибудь там пятилетний мыслитель, конечно, может залезть в кинотеатре под стул, когда он увидит какое-то жуткое чудовище, там, которое вылезает. Ну, он быстро оправится. Он быстро оправится. Джонни Дэрв великолепен. Великолепный комедийный актер, тут я ничего не могу сказать. И было решено снять «Черные паруса». Для тех, я об этом говорил как-то, но очень вскользь, «Черные паруса» — это то, что называется по-русски приквел. А если говорить по-английски, то это то, что было до книги «Остров сокровищ». Вот там появляется капитан Флинт, который фигурирует в «Острове сокровища» уже в качестве мертвеца. Там появляется Билли Бунс, там появляется Джон Силвер, но они все еще молодые и не очень похожи на те персонажи, которые мы встречаем в «Острове сокровищ». Иногда, иногда, но вы должны делать скидку на то, что я говорю, потому что ты в разном настроении смотришь разные серии. Ты посмотрел две сразу, потом перерыв, ты посмотрел третью. Несмотря на некоторые затянутости, как мне показалось, я еще раз скажу, именно как мне показалось, фильм очень и очень достойный. Ждать фееричности пиратов Карибского моря не приходится. Все-таки давайте признаем, что бюджет пиратов Карибского моря, если мы вычтем оттуда гонорар Джонни Деппа, который, я думаю, эдак миллионов двадцать, не считая того, что он получит с проката, ну нельзя построить вот два реальных пиратских корабля, которые там будут нападать друг на друга, там будут стрелять из пушек, все будет лететь, разлетаться, потом будет абордаж. Я таких откровенных сцен насилия и таких откровенных сексуальных сцен, честно вам скажу, на телевидении не видел. Но так как все очень кстати, так как это показано там, и, кстати, заметьте, что речь не идет о, ну скажем, клубе выпускников Московского государственного университета имени Ломоносова, или сторонников диетической пищи, речь идет о пиратах начала восемнадцатого века. То есть расцвет пиратства. Ну, что это были за люди, можно себе представить. Совершенно спокойно. Поэтому мне показалось, что все на месте. Ну, а бордель есть бордель. С другой-то стороны, тут куда пойдешь-то? Ну, не смольный институт благородных девиз, никак. И что самое интересное, люди, которые делали этот сериал, я никого из них не называю, это то, что называется команда. Команда профессионалов, команда единомышленников, и эти люди имели отношение к созданию других сериалов. Это не танкевые новички. И когда они отсняли пилотную серию, вот канал, который показывает, Старс канал, он с ними заключил контракт на один сезон, и сразу на второй. Первый сезон, я думаю, их ожидание оправдал. Я думаю, он оправдал ожидание очень многих зрителей. Будем смотреть дальше. Дальше. Опять вскользь говорил, еще раз порекомендую. Если вы думаете, что там только про пиратов, про гангстеров и про ковбоев, вот уж нет. Для любителей политической жизни, так сказать, взгляда проникновенного и достаточно с близкого расстояния, два сезона сериала «Карточный домик». Это высший политический мирок Вашингтона. В главной роли Кевин Спейси, и я могу сказать только про него одно слово, блистательный совершенно, фантастически интересно, оторваться от экрана невозможно. И мне бы, честное слово, очень хотелось бы посмотреть третий сезон, если у создателей есть такие планы. Ну, кто-то мне посоветовал, посмотрел я две серии нашего сериала «Черные кошки». Нет, это не пойдет. Это так дело не пойдет. Вот. Мне это не понравилось совершенно, но то, что на всех каналах снимаются наши отечественные сериалы, посмотрим, глядишь, что вторая ликвидация выскочит на нашу радость и к нашему удовольствию. И вот сейчас вот у меня к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, кто видел Ной с Расселом Кроу? Он сейчас в прокате в российском на первом месте. Он собрал черт знает сколько и читал в интернете, что ему предсказывают чуть ли не звание самого кассового фильма в российском прокате. Вот если кто-нибудь этот фильм видел, вот я готов принять сейчас какие-то звонки или, может быть, вы мне отправите смс-сообщение на плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь или позвоните мне. Ну, понимаете, и я боюсь, честно, потому что во-первых, он длинный, во-вторых, я думаю, там будет очень много шума, треска вокруг долбе-система, вот, и если я пойду, я пойду на самый первый утренний сеанс, потому что там есть большая возможность, что сзади никто не будет жрать попкорн на машинном масле, не будет хрустеть фольгой, развертывая шоколадку для девушки, а девушка или ее кавалер, ну, бывает, вот мне всегда так везет, они сидят сзади меня, у него полторы извилины, прямые, параллельные, а у нее две, но тоже прямые, параллельные, они не понимают, что происходит на экране, и я понимаю, это поклонники комедии клуба, у меня сомнений даже нет, абсолютно, а тут они, понимаете, сюжет сложный, там, во-первых, какие-то люди фигурируют, разные говорят что-то, и они постоянно друг у друга выясняют, что происходит на экране, потом выясняют, что они собирались на другой фильм совершенно, и думают, что они его смотрят, но это мне так везет, я уверен, ваша судьба зрительская гораздо более привлекательна, и так, ваше мнение и рекомендации или антирекомендации по фильму Ной, здравствуйте, доброе утро, говорите, пожалуйста, алло, здравствуйте, доброе утро, пышный Александр, буквально попали в точку, я смотрел, неделю назад ходили с девушкой, так, вот, но не разочаровался, что именно пошли на 3D, потому что он, 3D был представлен, а вы знаете, Александр, и стоимость, и стоимость билета, там, это вообще поднебесная, удивительная, да, стоимость билетов удивительная, понимаете, 750 рублей, за один билет, и сидишь, за один билет, 750 рублей 3D, и сидишь, скучаешь, извините, Александр, за эти деньги никто никуда не целует потом? Нет, не происходит этого, да, это к сожалению, к сожалению, на самом деле, понятная и простая, как два пальца, честно вам скажу, да, в итоге фильм, там, ну, как бы, понятно, все понимают, что Господь говорит, что люди, как бы, жизнь в ваших руках, я там довершитель, но в итоге решение принимает, да, да, но, Александр, мы ожидали, там, за такие деньги, знаете, там, какие-то спецы, чеки, там, и так далее, я за такие деньги, я бы за такие деньги ожидал, что пока я сижу в кинотеатре, мне погладят штаны, мне это самое, мне потом принесут, какого-то полоскания для зубов, ну, я не знаю, но я ожидал бы чрезмерного внимания, а его нет, вы говорите, с ума сойти. Мне сказали, вот, хрустящий, там, попкорном, это вообще просто, я, о, да, сколько народу сидел, вот чапкало сидело, и там у кого-то мобильники звонили, о, да, фильм такой, как бы, насыщенный, такими паузами, да, не заставляющий человек думать, там, да, принимать решение, там, да, слышал хруст какой-то непонятный, и, думает. А скажите, ну, вот, честно, вы, вот, если я бы исхитрился, и пошел бы один за 400, ну, 375 рублей, мне бы взяли 375 рублей, как писали русские классики, на ассигнации, вы бы мне рекомендовали его посмотреть? Ну, все, понятно, вы колеблитесь. Один раз посмотреть можно, и все, ну, как бы, ну, я понял, интузиант. Мы ожидали большего, как бы, я на рекламе смотрел по анонсам. Ну, я понял, как у Салтыкова и Чедринана в одной из сказок говорили, мы от него... там, как бы, вот, ну, эти, понравились, ну, внешние, как бы, такие антилазные... Спасибо. Спасибо, Александр, большое. Ну, это как у Салтыкова и Чедрина, мы от него злодей ждали, а он чижика съел. Ну, там, про медведя, медведь на воеводство. Да, 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 ну, вот, как-то, нет, энтузиазм у меня первой, первые кондикации не вызывает. 788-M423, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте, меня зовут Виталий, город Москва. Приехать, привет, у меня как бы и предложение по поводу кинотеатров, и по поводу фильма. Давайте, давайте, принимается. Я очень жаждал пойти, прямо вот по трейлеру, я очень жаждал пойти на это. Так. И мои друзья, которые, у которых схожие вкусы по фильмам, они сходили, на следующий день мы, там, кто-то на работе, кто-то позвонил, и сходили на Ноя, и вот вы попали в точку, когда говорили про, что он длинный. Затянуто. Затянуто. пока я услышал, затянуто. А он же идет больше двух часов. Что-что? Он идет же больше двух часов, правильно? Да, 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 он 2.20 или что? Ой, бог ты мой, 2.20. За 2.20 можно баскетбол посмотреть, и один тайм футбольный. Да, да, ну, в общем, затянуто. Это первое. Так. Поэтому я пока не пошел, и, наверное, потому что, вот тоже, тоже, вы прям в точку по всем фронтам бьете, говорили, что туда пошло очень много, ну, скажем так, молодняка, которые любят какое-то попсовое кинцо. О, Боже. Они взяли туда все, что можно было, то есть, пиво там, ну, полную амуницию вот этого вот попсятника-киношника, да, и все это там открывалось, шелестело и так далее. то есть, вот про это тоже говорили мои знакомые. А вы знаете, я вам расскажу одну совершенно жуткую историю, потому что мы же все демократы, а вот в тоталитарной Америке, в тоталитарной Америке, я пошел там куда-то, в Нью-Йорке в кино, я не помню, ну, я помню, что я смотрел, это не имеет значения. Вы представляете себе, перед фильмом, ну, идет реклама, и вдруг во весь экран одна из самых больших в Америке компаний сотовой связи пишет, выключите ваши сотовые телефоны. Я давно предполагал, что не все здоровы там, по крайней мере, в сотовых компаниях. Они за свой счет снимают рекламный ролик, чтобы люди выключили сотовые телефоны в кинотеатре и никому не мешали. И вы знаете, я был потрясен, фильм шел около двух часов, ни одного звонка взвали, и опять же, я был потрясен вот этой вот совершенно наглой разнужденностью американской, этой невоспитанностью, все сидели тихо. Ну, нет соседу дать локтем в бок, там, дать кому-нибудь сзади по плечу и сказать, голову бери, блин, нет, 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 и почувствовал я себя отторвым. Можно по этому поводу как раз пару слов, то, что я... Да, пожалуйста. Вторую тему, по которой я звоню. Да, пожалуйста, пожалуйста. Человек очень правильно сказал, он купил билет за 750 рублей. Вы очень правильно сказали, что что-то должно было за эти деньги произойти помимо фильма. Ну... Так вот, мое серьезное предложение, вот без всякого юмора, должны быть кинозалы в кинотеатре отдельные с ценой пусть на 100 рублей дороже, чем остальные. Так. Гарантией того, что там собираются люди Каким образом? Деталей. Без попкорна и так далее. Смотрите, кинотеатр получает дополнительную прибыль, которую он потерял бы, запретив людям. Ну, а как? А почему нельзя? Мы же не заходим с попкорном в музей. Значит, должны быть отдельные кинозалы с некими правилами. Да. Почему нет? Ну, вы знаете, я-то полностью с вами, абсолютно. Абсолютно с вами, но нужна воспитательная, разъяснительно воспитательная работа. Я уже не говорю про тему предыдущего часа, про оружие. Это в школе надо, внушать надо сразу, с детства. Но я думаю, что в школе еще, в общем-то, неплохо бы научить людей вести себя. Ну, хотя бы обращаться на вы. Я понимаю, я требую невозможного, я сейчас там в своем паскурсстве зайду, вообще непонятно куда, я попрошу, чтобы мне говорили спасибо, а я говорил, пожалуйста, и так далее, и так далее. но мне кажется, вот первый курс, первый курс, что победы, победы наши, как народы, как государства, они проходят. А вежливыми надо быть всегда. И в кинотеатре, и на дороге, и на тротуаре, и в продовольственном магазине, и даже когда вы покупаете стильки для ботинок. Ну, мое такое представление. Вот и не собираюсь, религиозная тематика хороша, но не для экшен-блокбастера. Вы знаете, я считаю, что Библия настолько насыщена увлекательными и авантюрными сюжетами, а насилия сколько? А простите меня, женщина назад просто посмотрела, и превратилась в соляной столб. Это что, по-вашему? Так что, не знаю, я, честное слово, вот я, пожалуй, дождусь, когда этот фильм пойдет по одному из спутниковых каналов, вот я его там так, не в 3D, а посмотрю. А посмотрю. Так, Леонид пишет Арбатриал, мне, в принципе, не интересен, хотя хожу на премьеры регулярно. Ну, вот понимаете, вот у вас как-то по-другому жизнь построена. Я в кино хожу и книги сейчас считаю только по железобетонным рекомендациям людей, которым я доверяю. Или вот, например, я посмотрел рейд по одному из моих спутниковых каналов, я пошел смотреть рейд 2, потому что, ну как, ну, там, я был как-то информирован. А вот, когда мне начинают рассказывать, что это великолепная история про... Никакой веры. Вообще никакой веры нет. Но и неприятный фильм провокация. Также ничего особенного в эффектах. Вариация на тему, как у Ноя поехала крыша. 964-564. Нам прислал СМС-сообщение. Я последний звонок принимаю по Ною. Вдруг мне сейчас позвонил человек, которому это понравилось. 788-7423. Добрый день. Здрасте. Так. Добрый день. Говорите, пожалуйста. Говорите, пожалуйста. Да. Да. Так, здрасте. Ной. Да. Здравствуйте. Зовут меня Михаил. Михаил Ной давайте. Ной. Значит, Ной я посмотрел. Так. Естественно, на такой фильм надо идти совершенно в другом настроении, нежели мысли с девушкой. Так, денег, денег сколько взяли? Денег. Сколько денег взяли? Денег взяли полторы тысячи на двоих. Бог ты мой. То есть, они только деньгами принимают? То есть, им там карандаш какой-нибудь обменять не получится, да? Да, нам продали 3D-очки, короче, нам продали Кока-колу, нам продали попкорн. Конечно, я буду смотреть этот фильм, наверное, дома, второй раз, на большом телеэкране. То есть, вы его тоже мне сейчас рекомендовать не можете, вот так, от чистого сердца. В кинотеатре смотреть его не стоит, его стоит смотреть одному, дома, в квартире, и отлегшись от всех. Я понял. Выключив телефон. Я понял, Михаил, большую... Рассел Кроу, конечно, как всегда... Да, Рассел Кроу хорошо играет. Я вот думаю, я, наверное, пошлю кого-нибудь, посоветую кому-нибудь посмотреть, человеком пяти, а там я оставлю собственное мнение. Вот. Да, да, и за консультацию вознесли по 20% с билета. Вот, но это мечты. У нас сейчас новость. Внимание, внимание, Говорит Москва. 94,8 Говорит Москва. 94,8 Говорит Москва. Говорит Москва. Здравствуйте, дорогие радиослушатели, газетный Говорит Москва. Я Леонид Володарский. Еще полчаса мы будем вместе. И говорим о кино. Итак, мнение о сериале Спартак. Четыре сезона. Не смотрел. Не смотрел. Но я, кстати, рекомендации не слышал. Не знаю, пока Леонид по вашему совету проглотил за два дня два сезона Карточного Домика. Я, наверное, ненормальный, но моя симпатия на стороне Спейси. Ну, а что, почему? Господи, а там, много там положительных персонажей. А, вот, кстати, с этими сериалами, с этими сериалами одна беда. Вот как сядешь, так уже я какой-то что-то я там что-то. А, Ат на колесах в два дня. В два дня. Ну, слава богу, они были абсолютно свободными. И, ну, у меня был такой что-то намек на насморк. И я понял, что мне необходим постельный режим там. Я должен пить горячий чай. Ну, а в промежутках, уже так сделал продолжение, смотрел Ат на колесах. Да, вот это вот, да, да, я согласен. Это опасно. Надо ходить 35 минут и в Пионер. Там нет попкорна и публика. Вот приличная публика, я не знаю, что такое. Не знаю, честно, я не знаю, что такое приличная публика. Та, которая не ест попкорна, может, да, может, нет. Я не знаю. Я не уверен. Я, когда говорят, он из приличной семьи, я начинаю дрожать мелко, потому что приличная семья, это тоже как-то вот непонятно. Так же, как у меня начинаются аллергии при слове интеллигент. Я вообще не понимаю, что это такое. Но об этом мы как-нибудь в другой раз поговорим. Это тема вечная. А я вам предлагаю сейчас поговорить вот о чем. А, вот, твиттер мне говорят, что твиттер, а я, да. Спросите у звонящих, как и фильм Торнатор, лучшее предложение. Прекрасный фильм, Грегори, прекрасный фильм. Боюсь, кому-то тоже покажется затянутым. Может, покажется? Ну и что? Ну и что? Покажется, да. Сергей Коноплянников, Леонид, когда заломают грабельские стены за билеты, видимо, не надеются на успех в прокате. Хотят оббить бабло сразу. Так, так, так. Параз начинал смотреть Игорь Престолов, как реклама в мир меха в Сокольниках. Действительно хороший фильм, с уважением Михаилов. Да. Да. Вот сейчас четвертый сезон, ожидается четвертый сезон. Мне это понравилось. Вот. И мне кажется, что лучше сериал, чем «Книги Мартина», по которому он сделал. Но это мое. А я вам предлагаю поговорить о российском кино. Значит, кстати, вот смотрите, какая интересная штука получается. Мы можем предъявить какие-то претензии Федору Бондарчуку за Сталинград? Чудовищный фильм, на мой взгляд. Нет. Мы ему предъявим претензии, а он скажет, но люди-то посмотрели, вон денег-то сколько. Мы можем ему что-то предъявить? Нет. Мы ему ничего на это. Мы можем вступить в бесполезный спор по поводу «А вот, да ты это показал, да ты это показал». А я так вижу. Вот девятая рота, там можно было предъявить совершенно, как мне. Была девятая рота? Была. Как все было, как писали в одном литературном произведении Михаила Булгакова, поздравляю вас, господин Саврамши. И что самое примечательное, в этом рассказе, повествование девятого рота, вранье от первого до последнего кадра. Господь Бог с ним. В этот раз. Но деньги-то, деньги-то отбиты и прибыль, я думаю. Вот. Так что здесь мы ничего сказать не можем. Наши эстетические убеждения и эстетические убеждения людей, которые принесли свои деньги в кассу, они абсолютно равны. По конституции. По конституции. А с другой стороны, я вспоминаю фильм «Брат» Алексея Балабанова, который я, наверное, все-таки считаю лучшим фильмом российского кино вообще. Вот до сегодняшнего дня мы там можем говорить спорить, но я считаю, что и народные популярности и так далее, и так далее, и так далее. По многим параметрам это лучший фильм. Он его снял, по-моему, если я не ошибаюсь, за 100 тысяч долларов. Потому что если там была иномарка, это какие-то его знакомые друзья давали и так далее, и так далее. И то, что никто мне не сможет доказать, что покойный Сергей Бодров, который играл роль Данилы, он не играет. Он такой. Он не актер. В нем нет этого. Абсолютно. Он не знает, как играть. И, кстати говоря, Алексею Балабанову, покойному, ему было совершенно наплевать, кто у него играет. Эти люди играли у него до тех пор, пока они делали то, что ему было нужно. А еще лучше он видел в актере человека, который подходил на его роль. И актеру не надо было ничего там через четырехметровые преграды прыгать. Он играл сам себя или роль, которая у него получается лучше всего. И получалось так. Так вот, я хочу у вас спросить, давайте, когда там начались славные года победы демократии? В конце 80-х. Вот скажите, пожалуйста, какие российские фильмы остались у вас в памяти? Какие фильмы вы можете сейчас вспомнить? И эти бы фильмы вы бы еще раз ходили смотреть, вы бы советовали это пересматривать. Ну, я напоминаю вам, значит, название вы можете присылать в форме смс-сообщения плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девять четыре восемь на наш твиттер собака говорит мск в одно слово и будет, конечно, включен наш эфирный телефон четыре девять пять это код семь восемь восемь семь четыре два три есть ли нам чем гордиться? много ли чем гордиться есть? Мало ли чем гордиться есть? Вот, да, сразу телевизионные там фильмы, сериалы оставим. Фильмы, которые были отсняты для кинопроката. я точно помню, что есть, точно помню, и даже смогу привести несколько названий, но хочу эти названия услышать о вас. Мне Сталинград 3D понравился, Арбат Реал, а мне он не понравился. И хоть в 3D, хоть в 4V, хоть в 5G. 5G это iPhone. Это не то. Это совсем не то. Вот. И тем более обидно, что мне никто не заплатил за это. А я взял и ляпнул. Попрошу вычеркнуть то, что я ляпнул. В действительности не имеет никакого отношения. Итак, один фильм я назвал «Брат». Один фильм Алексея Балабанова «Брат» я назвал. И хочу сказать, что один из моих просто любимых фильмов. Итак, напоминаю, плюс 7 925 4 8 9 4 8 название фильмов по СМС. Собака говорит МСК это Твиттер и 7 8 8 7 4 2 3 код 4 9 5 Добрый день. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, говорите, пожалуйста. Алло. Фильм «Дом». Дом с гармошом? Со стопкой? Да, да, да. А вы знаете, я бы его, наверное, может быть, в первую пятерку вот этих фильмов я бы не внес, но то, что он внимания заслуживает, тут я с вами на 100% согласен. А здесь как вас зовут? Максим. Максим, а как вы к брату относитесь? Я полностью с вами согласен. Первая, вторая часть любимейший фильм. Ну, вторая послабже, я считаю. Первая, она другая, но первая у меня к ней никаких претензий вообще нет. Спасибо, Максим. Спасибо большое. Мы из будущей Брестской крепости. Все остальное реальный шлаг. Или нереальный шлаг? Я не знаю. Я считаю, что и то, и другое, и это обычные стрелялки, которые надо создавать. Потому, что у нас мало говорится о пропагандистском значении кино. То, что, между прочим, для Голливуда аксиома заданность. А мы выше этого. Где вы, мастера кино? с кем вы? Извечный вопрос. Зайдите на мой сайт lvaladarski.ru Вот я там задаю этот вопрос. Мне это очень интересно. Очень даже интересно. Так, а что нам еще? Сибирский цирюльник это, извините меня за французский язык, атас. В плохом смысле этого слова. Не в хорошем, а в плохом смысле этого слова. я и вот тут мне приходит в голову еще одна, но это крамольная мысль. Там, если у вас там, вы человек боязливый по натуре, вы сейчас выключите радио и через секунду 30 включите, потому что я сейчас страстные вещи буду говорить. У меня возникает какое-то неясное подозрение, что некоторые наши режиссеры, в особенности фильмов бюджетных совсем или совсем небюджетных, им на нас 52 раза наплевать о промежутках начихать. Они, если у них большой бюджет снимают для Оскара, им Оскар по ночам снится. Оскар, может дадут, может позовут, а может быть. А, ну с малым бюджетом там они снимают так называемый артхаус, я считаю, что это свидетельство только о неумении вообще снимать кино, но у них тоже не для нас это снимается. Не для нас. И если человек мне говорит, я хотел показать, как живет российская глубинка, в чем это все таким приподнятым тоном говорится, и он меня жалеет, в общем, я-то вот не могу понять, а он давно понял, прозрел. Я хотел показать. Я говорю, ты зачем это мне показываешь? Я говорю, а российская глубинка увидит этот фильм? Нет, сто процентов. Нафиг снимать? Так нафиг снимать? Вот. И понимаете, и собственно, вот это у них в голове и сидит. Оскара. За лучший иностранный фильм. Вот. Но это мои подозрения. Господи. кроме брата царь. Ну, я говорил об этом фильме, это чудовищно. Это либеральный взгляд на историю, который к истории, кстати, не имеет вообще никакого отношения. Я об этом достаточно долго в свое время говорил на одной радиостанции. Мы это обсуждали в течение часа. Это не взгляд на историю. Я хочу увидеть честные лица людей, которые дали деньги на этот фильм. Вот я хочу это. Мне очень часто хочется увидеть лица людей, которые дали деньги на этот фильм. И, кстати говоря, государственных чиновников тоже. Я хочу знать этих героев. Я хочу знать, чьи подписи стоят. Вот. Это, по-моему, вполне законное желание, так как часть из денег, которые пошли на финансирование этих гениальнейших фильмов, там и мои деньги есть. Ну, как налогоплательщика. Так, что у нас? Так, груз 200. Вы знаете, вы знаете, не знаю. Не знаю, не знаю, не знаю. Так, вот так, так. Остров нет. Не-не-не-не-не-не-не-не. С островом никак, никак. Когда я на 10-й минуте понял, чем все кончится, не-не-не-не-не. Если я такой совершенно не очень там, умный, понял, так нет. Нет. Бумер, неплохой фильм. Жмурки. Я думаю, что Баламанов это снимал простой был. И он это снимал. Хотя фильм мне понравился. Я тоже хочу одна из лучших мелодрам. По-моему. Или это его... А, это его последний фильм. Мне понравилось это кино, понравилось. Подождите, мама, не горюй, очень смешная комедия, я согласен, очень смешной фильм. Отличная комедия Ширли Мэрли, да, фильм Кукушка, да, а я вам хочу напомнить такие фильмы, например, Алексей Учитель, Космос, как предчувствие, великолепнейшая картина, сильнейшая картина. Просто, ну действительно, вот это вот пришло, сейчас я, Географ Глобус пропил, да, прекрасный фильм, прекрасный фильм. Все фильмы Квартета и День Радио прекрасный. Вот День Радио мне было действительно смешно. А о чем говорят мужчины? Прекрасно же снимают такие фильмы. Я от них не... Ну, я не могу сказать, что они мне вот так прям безоговорочно понравились. Но я считаю, что если ты смотришь комедию, и после этого ты выходишь, и у тебя нет никаких отрицательных эмоций, все, значит, они свое дело сделали. У них юмор прекрасный. А День Радио действительно очень смешно. И я этот фильм ценю по одной простой причине. Я уже неоднократно говорил, что смешить труднее всего. А у них получилось. А у них получилось. И очень хорошо. И очень даже хорошо получилось. Турецкий Гамбит, ну, вот тут, понимаете, Турецкий Гамбит, компьютерные эффекты напиханы во все дырки. Уже не лезет никуда, и в определенные дырки не надо совать спецэффекты. Но насовали вот все, что могли. По мне так перебор явный, но это хорошего клана, хорошего уровня развлекательное кино. И если там шедевров мало, ну, а кто сказал, что шедевры часто случаются? Ну, могут сойтись звезды. Например, там, скажем, в 60-е годы был расцвет кино. Просто вообще бриллиантовый век какой-то. Ну, и что? Когда они еще придут? Вот такие вот годы бриллиантовые. 7887423. Здравствуйте, добрый день. Здравствуйте. Бумерс, Кандагар, 9-я рота, может быть. Нет, 9-я рота ни в какие ворота. Стрелялка. Художественный звезд. Ну, вы знаете, для экшена можно рассмотреть. Нет, а, допустим, охот на пиранию. Охот на пиранию, ну, 3 с плюсом. По пятибалльной скале 3 с плюсом, 4 с двумя минусами. По большому счету мне нечего вспомнить, кроме брата, наверное. Да, я бы вспомнил советские фильмы. Они сражались за родину. Нет, ну это вы уже... Вы сравните. Они сражались за родину Сергея Бондарчука и Сталинград Федора Бондарчука. Да это вообще не... Ну, я согласен. Просто. Понимаете, когда смотришь советские фильмы, просто слеза наворачивается у самого крепкого музыка. Нет, а... Хорошо. А когда люди снимают такой фильм, как Женя, Женечка и Катюша. На войне, как на войне. Но война, она с другой стороны. Да нет, ну это... Я вообще считаю, что сюжет фильма Сталинград, да, не нужно было... Никакого романтизма не нужно было. Да нет, вы понимаете, я всегда говорю, Вторая мировая была у них. У них. А у нас была Великая Отечественная. И когда немцы заняли Францию, в 43-м году количество ночных клубов в Париже увеличилось по сравнению со свободной Францией аж в три раза. И французы, в общем, нормально жили при немцах, только вот когда немцы начали все выгребать после Сталинграда, вот тогда французы проявили недовольство. А у нас речь шла о жизни народа и о жизни страны. А про фильм Бумерова... Вы знаете, я вам вот что могу сказать. Ну правда, в жизни есть. Я с вами соглашусь, я с вами, пожалуй, соглашусь. Мне просто по одной причине тяжело об этом фильме судить. Я этих ребят практически не знал. Вот такими ребятами я очень редко сталкивался в своей жизни. Но я вам могу сказать, я думаю, что я верю этому фильму. Он по-честному. Чем-то схож с Бригадой, да. Бригада это отличное развлекательное кино. Отличное развлекательное кино. Спасибо большое. Ворошиловский стрелок, Джордж, да. Да, я совершенно согласен. А как его встретили. Ленивый только в него не плевал. Ленивый в этот фильм не плевал. Ну, из определенного рода там разных там киноведов и прочего. А я считаю, что это великолепный фильм. Великолепный фильм просто. Да, и благодаря, благодаря во многом Ульянову. Ульянов играет. Вот глыба. Вот это действительно глыба. И не свернешь его. Вот такого человека. И не свернешь. Так. Ну, неоконченная пьеса. Это советское кино. Война и мир Бондарчука. Великолепный фильм. Советское кино. Три жизни. Это все советское. Возвращение Звягинцева. Вы знаете, я скажу вот как. Настоящее кино начинается после того, как отец падает с вышки. До меня. А до этого, в общем, было такое впечатление, что я уже где-то это видел. А так, да. Да. Вот потом тут уже говорить не о чем. 788-7423. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Я вас приветствую. Спасибо. Очень рада вас слышать. На этом радио вдруг нашла. Спасибо. Спасибо. Очень рада. Да. И вот понимаете о фильмах. Ну, я, конечно, представитель старшего поколения. Знаю только советские фильмы. Но из последних, вот согласна. Ворошиловский стрелок, конечно. И еще, вы знаете, вот почему-то Бортко не упоминается. А ведь прекрасный был фильм Тарас Бульба. Нет, это я, нет, нет, нет. А господин Бортко, и я там на сайте, есть у меня об этом, господин Бортко колебался вместе с линией партии. Вот как в свое время, говорю, он как-то без работы-то не был. То это, то то, то вот. Хороший профессиональный режиссер. Мастер Магарита. Провал. Я считаю, провал. В цирку ехать, клоуны разбежали. Вот этот фильм очень любопытный посмотреть. Вот с какими взглядами была, что-то тогда. А с какими взглядами он стал потом. Ну, любопытная эволюция. Крайне любопытная эволюция. Нет, я ему отказываю своей любви. Нет, 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 нет. Я девушка гордая? Нет. Нет. 72 метра. Очень хороший фильм. Очень хороший фильм. Мне он понравился. Морфий. Четыре возраст любви. Морфий я видел. Мне он не понравился. Ночной дозор. Значит, если как профессиональное кино... Тимур Бекмамбетов великолепный профессионал. Ему бы фиг дали, что снимать в Голливуде, если бы не увидели в нем профессионал. Не гения. Гении не нужны. Непризнанные гении, куда они плюнь, везде непризнанные гении. Попадешь. В любом городе. Хоть в Москве, хоть в Нью-Йорке. А вот профессионала нормального... Ну, я вам... Вот с антитехника профессионального. Где взять? Негде. Манагера взять? Я думаю, есть где. И много чего. Вот. И так далее, и так далее. А вот профессионал... Да. И нам-то нужны такие фильмы. И я абсолютно не против того, когда какая-то легкая, приятная комедия собирает колоссальные деньги. Отлично. Отлично. Потому что, ежели каждый день смотреть шедевры, уши могут в трубочку свернуться. Я замечал. Я видел людей, с которыми так и происходило. 788-7423. Добрый день. Здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте. Это Виталий Москва. Да, Виталий, очень приятно. До этого. Смотрите, еще, ну, наверное, забыли или никто не сказал. Да. 12 Михалкова. Хоть и Михалков, но 12. Нет. Пусть это даже ремейк 12 разменных мужчин 57-го года. Виталий, вы... Почему? А еще можно... Для меня 12 конъюнктурный, лживый, пронизанный враньем фильм. Вы помните, как там собака бежит, у нее что-то в зубах, да? Это ужас. Нет, это не ужас. Это у Куросавы Слямзина из фильма 53-го или 54-го года. Оттуда собака прибежала. Ну, хорошо, да. Дальше чеченский мальчик в русской семье. Такого не бывает. А можно еще вот и вам, и слушателям. Да. Сам для себя недавно открыл, что индийское кино бывает вообще настолько качественным и пронзительным. Да. «Меня зовут Кхан». Называется фильм «Меня зовут Кхан». Я понимаю, а я отправлю тех, кто же хочет, да. Соти Джит Рэй. Классик индийского кино, классик мирового кино. Но, пожалуйста, почему? Кстати говоря, завтра у меня два часа в гостях дипломат, который отдал дипломатической службе 20 лет. Вот давайте мы и узнаем, чем должно посольство заниматься. Когда посоль может что-то говорить. Когда он не может говорить. И, естественно, так как человек работал в регионе Индия, Пакистан, Бангладеш, об этом поговорим обязательно. А почему же нам отрицать роль индийского кино в нашей жизни? Если хорошее, так какая разница? Пожалуйста, никаких проблем. Всем спасибо. И с тех, кто слушал, и с тех, кто присылал сообщения, и с тех, кто звонил. До завтра в 10 часов у нас Анатолий Дорчев. И мы будем говорить о дипломатии, о МИДе, о некоторых преподавателях МГИМО. И, естественно, о ситуации в том регионе, в котором мой друг занимался многие годы. Всего вам самого доброго. До завтра. Внимание, внимание! Говорит Москва! 94,8